Лариса Зимина Лариса Зимина Озеро Байкал Да, богат старик Байкал своим животным и растительным миром. В нем водится более 2600 видов животных и более 1000 видов растительных организмов. Среди них 848 неповторимых животных и 133 уникальных видов растений, которые не встречаются нигде на нашей планете. Только в Байкале водится прозрачная, живородящая рыбка-голомянка, которая в основном состоит из жира и тает на солнце. Но самое главное его сокровище – прекрасная дочь – ангара. Ее название произошло от монгольского слова «анга», что значит «род», «ущелье», а с бурятского языка «анга» значит «разинутый», «открытый». Буряты почтительно называли ее «ангар-мурен». По шаманским верованиям у нее есть дух-хозяин – Ама-цаган-но-йон, или дух-истока реки – Ангараин-Амани-эжен. Жил Байкал со своей красавицей-дочерью в Сибирской тайге. Суровый, но справедливый был старый Байкал. Со всех сторон стекались к нему 336 больших и маленьких рек и ручейков. Все хотели пополнить воды священного озера. Все стремились за советом к мудрому старику Байкалу, самому глубокому озеру на земле. Ведь его глубина достигает 1637 метров. Люди издавна населяли острова, на Байкале их около 30, и берега Байкала. Здесь жили древние хунны, динлины, кетоязычные племена, самодийцы, тунгуса-маньчжуры, тюрка и монголоязычные народы, славяне и свободный бурятский народ. Щедрый Байкал разрешал людям ловить рыбу из своих глубин, утолял их жажду, лечил, подсказывал, где на его берегах найти целебные травки, угощал кедровыми орешками, лесными грибами и ягодами, подсказывал, где и как охотиться на зверя. Он заботился о том, чтобы у людей, живущих на его берегах, всегда была одежда и пища. Не зря его зовут Батюшка-кормилец. Никому не прощал Байкал грубости и пренебрежительного отношения к себе. Никому не позволял он засорять свои воды и выбрасывал на берег все ненужное. А чтобы вода была чище, служили у него совсем крошечные рачки и пишура. Длина такого рачка всего полтора миллиметра. Реки – это жилы земли. Загрязнять и осквернять их всегда считалось большим грехом. Не зря себе реки считают Байкальскую и Ангарскую воды приворотными и целебными и относятся к старику и его дочери с большим почтением и уважением. Люди часто приносили Байкалу свои дары и рассказывали ему о своих заботах и печалях, делились радостью, устраивали праздники на его берегах. Путешественники и первопроходцы рассказывали ему и коренным жителям о дальних городах и странах, где бывали и что видели. Однажды из уст путешественников и чаек, отдыхавших на волнах озера, Ангара услышала о потомке великого Саяна, могучем богатыре Енисея. Захотелось красавице хоть одним глазком взглянуть на него. Не раз Ангара умоляла отца отпустить ее к милому другу, но отец и слышать об этом ничего не хотел и присмотрел жениха своей дочери поближе. «Иркут, отважный воин, чем тебе не жених?» часто укорял Байкал свою дочь и даже назначил денег свадьбы. Загрустила красавица Ангара. Много слез пролила она, а эти слезы превращались в жемчужины, которые не раз находили люди у прекрасной реки. Жалко стало девушку большим и маленьким рекам. Промыли они проход, и Ангара решилась бежать к своему суженному. И вот однажды, когда старик задремал, Ангара побежала навстречу судьбе, навстречу новой жизни, навстречу своему любимому. Никто не смог остановить беглянку, и тогда Байкал в отчаянии бросил огромный камень вслед своей непокорной дочери, но она была уже далеко. Напрасно пытался остановить ее Иркут. Смелая девушка уверенно стремилась к цели и достигла ее. Она встретилась с Енисеем. Енисей с первого взгляда полюбил гордую красавицу. Камень, брошенный отцом, назвали шаман камнем. Местные жители наделяли его чудодейственной силой. Здесь проходили особо важные шаманские обряды. Здесь давали клятвы и молились. Сюда на ночь привозили преступника и оставляли одного над холодным леденящим потоком. Если к утру вода не забирала его, и он не погибал от страха и студеного дыхания Байкала, его прощали. Люди на берегах Ангары стали завязывать на деревьях разноцветные ленточки. Влюбленные в знак верности и любви. Охотники на удачу. Больные на здоровье. Завязывая узелок, каждый загадывал свое самое заветное желание, и оно непременно сбывалось. Так же, как сбылась мечта влюбленных Ангары и Енисея, которые с тех пор вместе несут свои прозрачные воды. Субтитры создавал DimaTorzok